Спасет ли нашу торговлю очередная эскалация отношений между США и Китаем? Почему нефть после очередных максимумов на рынке начала стремительно падать? Для чего банки пытаются массово подсадить россиян на кредитные карты? Кто хочет продавать нам бракованную молочку? И зачем мы тратим сотни миллиардов рублей в год на косметологию? Друзья, это все мы в ближайшие минуты обсудим. Я вас приветствую. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки, пишет хорошие, теплые человеческие комментарии и, конечно, подписывается на наш канал, потому что для нас это очень важно и ценно. Друзья, знаете, иногда вот какая-то тема кажется уже буквально исчерпанной, и вдруг появляются вот такие обновления, что в целом немного переворачивается вообще вся картина. Вот буквально накануне мы с вами разбирались, готов ли Китай пожертвовать партнерством с Россией, чтобы избежать американских санкций. Ну, кстати, ролик получился такой довольно подробный, интересный. Обязательно посмотрите вчерашний выпуск, если еще не видели. Но главный вопрос, которым мы задавались, неужели Пекин все-таки решил играть по правилам экономическим Вашингтона? И, знаете, теперь уже трудно ответить однозначно, намеревался ли Китай вообще в ту сторону двигаться, потому что США, кажется, немножко переуседствовали с давлением на главного нашего торгового партнера. В чем тут суть? За последние сутки между двумя странами развернулась, ну, буквально-таки целая драма. 17 апреля стало известно, что крупнейший китайский банк и еще три чуть поменьше отказались от любых расчетов с Россией и пополнили уже очень длинный список таких организаций, которые с нами опасаются работать из-за риска вторичных санкций. Но, кажется, за океаном осторожность Пекина не очень-то оценили. В тот же день Джо Байден призвал сразу в три раза повысить тарифную ставку на китайский алюминий и сталь. Ну и несколько других таможенных пошлин тоже заодно. Ну, в общем, получилось, как говорится, такая немножко неловкая ситуация. Но и это еще не все. В довесок к предложению Байдена из Вашингтона снова посыпались обвинения в сторону Китая буквально одно за другим. Ну, мол, они помогают российскому промышленному комплексу, ну и вообще сохраняют нейтралитет, что тоже можно расценивать как помощь Москве. Ну и ладно бы все на этом ограничилось, но что-то для нас важно, что США начали угрожать Китаю новыми санкциями. Ну, мол, некоторые ваши фирмы мы уже ограничили, а сейчас еще пачку компаний мы возьмем, да и добавим в черный список. И вот тут уже Пекин решил ответить точно такими же угрозами. Представитель китайского посольства в США заявил, что Поднебесный не потерпит односторонних нападок на свой бизнес. И более того, в Китае заявили, что штаты специально распространяют дезинформацию для того, чтобы ограничивать местные компании. Ну и пообещали, что в случае чего примут такие же меры против Вашингтона. Я уж не знаю, в чем дело, просто терпение Поднебесной стало заканчиваться, или до Китая стало доходить, что отказ от работы с Россией не защитит его экономику от давления. Но все-таки штатам не нужен сильный торговый союз России и Китая. Это очевидно. И у них, в общем-то, получилось действительно поставить его под угрозу вот этими обещаниями санкций. Но и при этом открывать дорогу экономики Китая к лидерству в мире они тоже, естественно, не хотят. Ну, в общем, не знаю. Но, если честно, надеюсь, что это хоть как-то начнет возвращать мостики между российским и китайским бизнесом. Хотя, конечно, это все далеко не факт. Ну, и давайте сразу проясним. Я, как и многие из вас, не политолог, не востоковед. Тут мои рассуждения строятся на хронологии новостей, как бы реакции рынков и так далее. Я их ни в коем случае никому не навязываю. Ну, а чтобы их оспорить или, наоборот, согласиться, есть комментарии. Поэтому не стесняйтесь, пишите, что думаете. Это действительно очень дискуссионная тема. Я с удовольствием ваши точки зрения на такие масштабные процессы читаю. Друзья, на прошлой неделе инвесторам пришлось понервничать из-за новостей и вопроса, что в таких условиях делать. Сохранять хладнокровие и диверсифицировать свои активы. Чем больше разных инструментов у инвестора, тем проще пережить очередной кризис. Если какие-то активы перестали давать доход, то другие смогут подтянуть отстающих. Один из вариантов здесь – это краудлендинговая платформа JetLand, где частные инвесторы дают деньги в долг малому и среднему бизнесу. Работает это почти так же, как и рынок облигаций. Средняя фактическая доходность инвесторов, которые приступили к инвестированию в последние 90 дней, составила почти 25,5%. Ну а ожидаемая доходность инвесторов на горизонте от одного года составляет сейчас около 23% годовых. Высокую ставку в займах можно зафиксировать на 2-3 года. Ну и для сравнения, высокие ставки по депозитам обычно предлагают на срок до полугода. Через полгода вероятность ставка снизится до 11-12%, через год до 8-9% в депозитах. Все официально. JetLand – это ведущий оператор в реестре Центрального банка и резидент Сколкова. Ну а платформой пользуются более 150 тысяч человек. В том числе, кстати, и я сама. В апреле я пополнила счет еще на 30 тысяч рублей. Воспользовалась новым кэшбэком Гаусса, который компенсирует избыточную дефолтность. Стоимость компании в портфеле поднялась до красивой суммы в 333 тысячи рублей. Ну а общая доходность с начала инвестирования на платформе у меня 57,3%. Это с июля 2021 года. Деньги распределены по 808 компаниям. Если одна долг вовремя не выплатит, то остальные убытки перекроют. Выплаты по займам приходят каждый день и реинвестируются под средневзвешенную ставку в 25,1%. Протестировать функционал можно, имея на счету от 10 тысяч. Этих средств достаточно, чтобы алгоритмы обеспечили высокую диверсификацию активов от 100 заемщиков в портфеле и снизили риски инвесторов. Тем, кто зарегистрируется по ссылочке в описании или по QR-коду на экране, Jetland на 3 месяца даст дополнительные 15% годовых на сумму пополнения. Бонус действует в течение 7 дней с момента выхода ролика, так что пользуйтесь. Ну а пока переходим к новостям нашего фондового рынка. Индекс Мосбиржи утром продолжил снижение, к обеду еще где-то на 15 пунктов опустился, но в целом эту картину мы наблюдаем еще с начала этой недели. После обновления двухлетнего максимума индекс пополвился вниз и уже солидно так откатился. Но, правда, к вечеру 17 апреля ситуация потихонечку стала налаживаться. Все дневное снижение практически в ноль отыгралось. Но глобально, конечно, рывок к 3500 пунктов у нас пока как-то немножечко подзастопорился. Но мы верим в Мосбиржу по 4000. Связать такую нестабильность можно, в принципе, с движением нефти. Еще недавно инвесторы готовились к эскалации на Ближнем Востоке, и в том числе на этом фоне нефть очень серьезно росла. Но в итоге большая война между Ираном и Израилем, кажется, не случилась, и цена нефти поползла вниз. Ну, например, в моменте баррель Brent подешевел аж до 86 долларов практически. Еще давление оказало новость о большом росте запасов нефти в США, но, правда, потом котировки все-таки потихонечку начали позиции возвращать. До 87 долларов даже повыше нефть поднялась. Ну, возможно, сыграла свою роль новость о том, что из-за паводков в Казахстане более 600 скважин уже прекратили свою работу, но все равно это не те 90-92 доллара за бочку, которым еще недавно радовались держатели акций нефтяных компаний. Нефть немножечко в цене подзбилась. Хотя вообще нефтегазовый сектор на Мосбирже сегодня выглядит пободрее, чем накануне. Руснефть, Газпром, Сургутнефтегаз, еще несколько компаний помельче. Сегодня у нас пусть в небольшом, но все-таки плюсе располагаются. Но, правда, ждать ли от нефтяников какого-то вот прям существенного прироста по итогам года? Пока не знаю. В Альфа инвестициях, например, тут составили список из семи акций, которые должны вырасти более чем на 30% в 2024 году. Я знаю, что вы такие подборочки любите, поэтому давайте немножко обсудим. Там нет нефтяных компаний, но зато есть газовики. В частности, Новотек. Сегодня он вот немножко падает. Ну и вообще, пока его акции дешевеют из-за низких цен на газ в мире, из-за санкций, но аналитики Альфа все-таки видят в них потенциал роста почти на 40%. Еще в списке есть производитель нефтегазовых труб, это компания ТМК, и ему тоже пророчат аж на 33,5% рост. И связывают это с тем, что компания довольно щедра на дивиденды и выплачивает их до двух раз в год. Ну а инвесторы такое любят. Ну, например, выплаченные промежуточные дивы за первую половину прошлого года ТМК составили почти 50% от чистой прибыли, около 14 миллиардов рублей. Не каждая компания готова такую большую долю заработанного все-таки выплачивать. Так, кто еще у нас есть в этом списке топ-7? Давайте быстренько пробежимся. Во-первых, ВТБ. Недавно компания отчиталась о рекордной прибыли за 23 год, а еще она представила стратегию, по которой этот показатель должен вырасти еще больше в ближайшие два года. Ну и к тому же, как аналитики считают, тут может сработать эффект низкой базы, и акции банка по итогам года могут вырасти почти в полтора раза. Ну, учитывая, что сейчас бумаги ВТБ торгуются чуть больше, чем по 2 копейки, в таких рассуждениях может быть смысл. Ну и плюс глава банка Андрей Костин обещал, что в 26-м году компания вернется к выплате дивидендов. Ну, в общем, интересно будет понаблюдать за развитием этой ситуации. Еще в списке есть ТКС-холдинг. Сами аналитики Альфы отмечают, что у инвесторов очень много вопросов к планам компании. Ну, я напомню, что недавно Холдинг заявлял о грядущей интеграции с Росбанком, а потом стало известно, что для этого готовится дополнительная эмиссия и обратный выкуп акций с рынка. При каких параметрах это будет происходить, ну, пока не очень понятно. Поэтому некоторые видят в этом активе риски. Но, тем не менее, потенциал роста бумаг ТКС в Альфе оценивают как высокий. 35% по итогам года. Какие еще компании есть в этом топ-7? Ну, вроде бы три пока не назвала. Это Интеррау, Самолет и Мечел. С первыми двумя все чуть более понятно. У Интеррау одним из драйверов роста может выступить недавняя рекомендация дивидендов за прошлый год. Ну и к тому же в этом году граждане будут чуть больше платить за электроэнергию. Ну, а Самолет в целом это один из лидеров строительной отрасли. В 23-м группа увеличила выручку в полтора раза. Ну, а по итогам 24-го этот показатель может вырасти еще на 70%. Ну, а вот насчет Мечела, если честно, есть вопросы. Компания под санкциями, к тому же, показала слабый отчет за прошлый год. Ну, и с начала 24-го акции подешевели уже на 17%. Но аналитики все равно видят в ней какой-то потенциал роста, причем какой-то немаленький, больше 40%. Ну, мол, компания сокращает долг быстрее, чем прибыль, и это может указывать на скорость качок бумаг. Ну, как говорится, сомнительно, но окей, потому что рисков тут по компании тоже прилично. Ну, в общем, со списком все. Напишите в комментариях, что думаете про акции из этого топа, что есть в портфеле, что бы вы купили. Друзья, ну вот так слушаешь новости про доходы в 30-50%, и вроде бы все понятно, но в результате не можешь заработать на инвестициях и 14%. Если что, это средняя доходность частного инвестора в год, и тут начинаешь задаваться вопросом, а что я делаю не так? Ну, смотрите, в инвестициях тут как в медицине. В первую очередь нужно поставить правильный диагноз. Но что люди, как правило, делают? Они бегут на форумы, читают тонну ненужной информации, и в итоге начинают сами лечить вообще не то, что нужно. Если это переложить на инвестиции, то такие ребята обычно получают минуса в портфелях. Хотя могли бы заглянуть в подписку и в плюс для того, чтобы получить там профессиональное мнение и нормально заработать. Ну, например, каждый месяц в подписке проходит клуб облигационеров. Его участники могут напрямую услышать мнение аналитиков касательно именно их портфеля и задать вопросы по конкретным облигациям, стоит ли их покупать и какие там есть подводные камни, и получают ответы. Еще они пользуются актуальными идеями для инвестиций от профессионалов. Ну, например, у тех, кто в декабре воспользовался идеей по SFI, уже в январе получился в портфелях рост на 62%. На днях на платформе закрылась инвест-идея по АФК-системе с доходностью в 114%. Сейчас эти акции покупать поздно, но в подписке вы найдете более 30 других актуальных идей для инвестиций, которые постоянно обновляются и держатся под контролем. Чтобы все было актуально. Кстати, две из них могут уже в ближайшие недели закрыться, а принести они могут от 25% до почти 50% дохода. И при этом опыт пользователей показывает, что на одной идее можно окупить стоимость годовой подписки. Всего на одной. Многие рассказывают про такие кейсы, ну а в подписке у нас этих идей больше 30. И не только по акциям и облигациям, но и, например, по более рисковой криптовалюте. Ну, в общем, предлагаю не скроллить бесконечную информацию в интернете, а получать качественный контент в Ивплюс. Тем более, что годовую подписку можно купить по частям. Ну, а чтобы уже развеять все ваши сомнения, в описании к ролику я оставила для вас 20% скидку на годовой тариф, который у нас полагается только подписчикам нашего YouTube-канала. Ну, а мы что? Мы с вами двигаемся дальше. Статистика показывает, что слова в кредите отказанном россияне слышат в банках все чаще. И причин тут несколько, но основная заключается в новых требованиях ЦБ. Заемщикам, у которых и без того уже много долгов, теперь потребительские кредиты практически не дают. Но, справедливости ради, желающих не особенно уж и много. После роста ставок, выдачи, ну и запросы резко сократились. Ну и согласитесь, не особо хочется платить 60, иногда и 70% годовых по кредиту. Однако банки терять свои потенциальные доходы, конечно, не хотят, а потому они ищут способа на нас с вами заработать. Теперь их главным инструментом заработка стали кредитные карты. Их уже буквально как микрозаймы раздают всем подряд. Ну, а все потому, что это реально очень даже рабочий способ заработать, потому что даже если вы не выходите за рамки льготного периода и там никакие проценты вам не прилетят, банк свою копеечку все равно с вас получит. Эта стратегия такая беспроигрышная. Как, спросите вы? Ну, во-первых, для этого есть заградительные комиссии. Для тех, кто не знает, это комиссии за снятие, переводы и даже закрытие счета. Некоторые банки придумали вот такую схему. Если вы раз в месяц тратите по кредитке хоть что-то, то эту заградительную комиссию вы не платите. Ну, а если вдруг оступились и вышли за рамки грейса, то есть беспроцентного периода, то, собственно, будьте уверены, что теперь с вас точно хоть немного, но снимут. Плюс не забываем про обязательно ежемесячный платеж, который тоже надо платить, простите за тавтологию, даже если пользуетесь льготным периодом. Но, друзья, не отчаивайтесь, потому что не только банкам на нас зарабатывать, все-таки мы тоже можем с них что-то получить. Это не подводка к рекламе, не переживайте. Просто я хотела вам напомнить, что у нас недавно выходил ролик о том, как при помощи кредиток все-таки можно зарабатывать на банках. Это никакой не схам, это абсолютно понятная легальная схема, просто не все о ней знают. Ну и, кстати, в комментариях вы увидите там очень много реальных историй от людей, которые активно пользуются кредитной каруселью. Так называется этот механизм. Ссылочку я оставлю в описании, ну, либо можете найти его на канале по названию. Рекомендую посмотреть. Ну, а теперь поговорим немного о крипте. На этом рынке сейчас ждут важнейшее событие, которое происходит раз в 4 года, потому что 20 апреля около 5 часов утра состоится халвинг биткоина, который сократит его добычу в 2 раза с 900 до 450 биткоинов в день. Такое резкое снижение добычи может привлечь в крипту на самом деле огромные деньги, ну, а это в свою очередь приведет к росту всего крипторынка. И поэтому команда нашего телеграм-канала Ивкрипто решила нам всем напомнить о том, что многие криптовалюты пока еще не достигли своих максимумов. Так что возможность стать миллионером на крипте все еще есть. Ну, это немножечко шуточная, конечно, формулировка, но действительно перспективы у крипты есть хорошие, использовать ее для диверсификации портфеля вполне можно. Сейчас цены на крипту снизились, и существует риск дальнейшего падения, потому что рынок, в принципе, довольно эмоционален, и инвесторы немножко переживают, что сама новость уже в цене заложена. Но, правда, халвинг – это событие именно долгоиграющее, потому что нехватка биткоинов будет со временем накапливаться. И поэтому сейчас, на самом деле, хорошее время, чтобы искать возможности для входа в рынок. И тут хочу вам напомнить тоже, что у нас в телеграм-канале Ивкрипто вышла недавно статья «Как на крипторынке сделать из 10 тысяч рублей 1 миллион». Статья, правда, интересная, с анализом исторических данных, конкретными идеями. Очень рекомендую. И тем более, что эта статья особенно актуальна как раз-таки перед предстоящим халвингом. Чтобы ее почитать, ну и другие, не менее важные, интересные материалы, вы подпишитесь на наш канал Ивкрипто, QR-код у вас на экране, ну а ссылочку оставлю в описании. Ну а сама статья ждет вас в закрепленном сообщении на канале. Ну ладно, с рынками, где можно заработать, мы вроде как разобрались. Теперь давайте о том, где мы свои заработанные денежки тратим. И говорю я о продуктах, ну а конкретнее о молочке. Этот рынок уже несколько лет пытаются поставить под максимально строгий контроль, избавить нас с вами от фальсификата и брака. Прогресс, конечно, есть, но проблемы остаются. Давайте коротко попробую пояснить, о чем вообще речь. Вот несколько лет назад производители молочки обязали по-новому маркировать свои товары, то есть наносить на упаковки специальные коды. И вот если вы приходите в магазин купить условно сметану, то просто с помощью приложения и камеры смартфона вы можете узнать, где эту сметану произвели. Просто наводите камеру, и все данные появляются в приложении. Фальсификата тогда на рынке было много, а от поддельных продуктов люди очень часто травились. И вот поэтому придумали вот такую систему. Это я говорила о производителях. Потом, чтобы еще больше снизить шансы на покупку россиянами фальсификата, власти взялись уже за розничные магазины. Их также обязали передавать сведения о продажах молочки и отпускать их на кассе только после сканирования специальных кодов. Но вот только со временем оказалось, что у многих производителей эти коды просто не считываются. Ну, окей, власти пошли им навстречу, дали время, чтобы адаптироваться к новым требованиям и исправить все эти технические проблемы. Но и на сегодняшний день это время вышло. И вот с начала апреля на полках магазинов уже не должно было остаться товаров, у которых вот этот самый код не считывается. Но вот тут на днях стало известно, что розничные сети просят власти вернуть им право продавать товары с бракованной маркировкой. Нечитаемые коды встречаются до сих пор, хотя их средний объем и сократился до полутора процентов. Но, правда, в деньгах эти полтора процента равны 40 миллиардам рублей в год на минуточку. То есть получается, что теперь магазины не могут такие товары продавать, и эти деньги, соответственно, теряют. Ну, в общем, ситуация такая немного спорная. С одной стороны, я могу понять магазины, они закупили товар, потом часть не могут продать по причинам, которые от них не зависят. Но, если честно, на мой взгляд, все-таки времени, чтобы с этими кодами разобраться, было предостаточно, и каждая сторона этого вопроса могла вполне подготовиться. Так что вопрос к вам, друзья. Как вы считаете, нужно ли давать сетям такое право продавать нам с вами товар с бракованной маркировкой? Или такие правила вводятся не просто так, и покупатель не должен рисковать из-за неподготовленности производителей и магазинов? Пишите в комментах. Ну, и закончить на сегодня хочется нотой о прекрасном, причем в прямом смысле. Как вы думаете, на что россияне потратили за прошлый год почти 300 миллиардов рублей? Ладно, не буду томить. Потратили они на свою красоту. В салонной косметологии в 2023 году наши сограждане занесли рекордные 269 миллиардов рублей. Это максимум за последние пять лет. Причем аналогичных цифр, ну, а может быть, даже и больше ждут и в этом году. Оборот рынка увеличился почти на 10%, если сравнивать с 2022 годом. И, судя по всему, эта отрасль и не думает в своем росте тормозить. И, кстати, чаще всего у косметологов россияне выбирают процедуры, где на кожу воздействуют лазером и ультразвуком. Ну, тут предположу, что эти процедуры по такому вот легкому, да, омоложению кожи, удалению волос с тела, вот это, видимо, они. Ну, в принципе, косметология всегда была довольно доходной сферой, но во время ковида спрос, естественно, упал. Теперь он восстанавливается, и причем восстанавливается гигантскими темпами. Я боюсь даже представить, какие бы цифры сейчас бы там были, если бы не ковид. Ну, эксперты вот вообще говорят, что косметология стала уже такой неотъемлемой частью жизни россиян, и я даже задумалась, а почему вообще такое происходит? Неужели мы стали с вами настолько хуже выглядеть, что без внешнего вмешательства уже никак не обойтись? Ну, наверное, тут много всего накладывается. С одной стороны, влияют медиа и все вот эти вот идеальные образы, которые мы с вами видим, и, соответственно, мы хотим им соответствовать. С другой стороны, экология в больших городах, конечно, оставляет желать лучшего. Тут, как бы мы ни старались, кожа портится. Это так. Но уверена, что еще большую роль в этом играет все-таки стресс, вредные привычки, неправильное питание. Но все-таки, как говорится, мы то, что мы потребляем. Что вы думаете по этому поводу, друзья? Вообще, расскажите, посещали ли вы когда-нибудь косметологов? Или, может быть, ваши знакомые недавно удивили вас своим видом после круговой подтяжки лица? Вопрос, кстати, не только к прекрасной половине, потому что мужчин это тоже касается. Тем более, среди клиентов салонов красоты их в последнее время становится все больше и больше. Давайте признаемся, не стесняйтесь. А я вам про себя не расскажу, пусть будет немножко загадки. Друзья, на этом у меня сегодня все. Вы смотрели канал Инвест Хьюч, с вами была Кира Юхтенко. Все полезные ссылочки в описании к этому видео вы найдете. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до новых встреч. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok